Ход выполнения капитального ремонта дворовых территорий в Белгороде стал предметом обсуждения на депутатском часе, который провели председатель горсовета Сергей Глаголев и мэр города Константин Полежаев. Глава администрации назвал прорывом эффективность реализации проекта двор удобный для жизни. Если за 10 лет с 2005 по 2015 год в Белгороде были капитально отремонтированы 150 дворов, то за прошлый и текущий уже 127. Я считаю, что мы с вами сделали все-таки большое дело, вот за два года отремонтировав такое количество и сняв какой-то негатив и социальную напряженность на территории города. А самое главное, уже потихонечку мы начали у людей формировать хозяйский подход. Если в 2016 году, это еще программа при старте, как-то так она вяло шла, то 2017 год показывает, что на сегодняшний момент жители очень активно включились в реализацию. Всего на территории областного центра насчитывается 1067 дворовых территорий. Мониторинг их состояния выявил 619 дворов, остро нуждающихся в ремонте, треть из которых находились в критическом состоянии. В прошлом году было благоустроено 75 территорий, в этом 62 объекта. 24 двора профинансированы в рамках партийного проекта «Единая Россия. Городская среда». Все работы контролирует региональный общественный совет под председательством Ивана Конева. Под нашим руководством, будем так называть, под нашим пристальным вниманием мы вначале собираем эти проблемные вопросы, как бы хотелось, приглашаем архитектуру, создаем тот облик, который нравится нашему жителю на нашем дворовой территории. Исходя из этого, производят потом дальше тендерное предложение и работают строительные организации. И на стадии уже работы также осуществляется депутатский контроль, жителями контроль. Отдельно участники встречи остановились на организации кооперативных парковок. Белгородские дворы уже не справляются с наплывом автомобилей и стоянки рекомендуется выносить за пределы дворовых территорий. В Москве это уже норма, когда во двор не пускают автомобили вообще. Закрытый двор это только для жителей, для детей, для стариков, и они там занимаются. А весь периметр это для автомобилей, строятся парковки рядом с домами или кварталами. Значительная роль в проведении разъяснительной работы отводится народным избранникам. На встречах депутаты рассказывают о концепции программы, обсуждают проекты, при необходимости вносят изменения. На смену потребительскому должно прийти хозяйственное отношение каждого собственника жилья. Об этом говорил и мэр Белгорода Константин Полежаев. Продолжение следует...